Мы рады приветствовать вас на нашей очередной встрече. Встречи у нас все интересные, посвящены разным событиям, датам, а сегодня она такая специфичная, потому что будет посвящена как раз той географии, тому населению, на территории которого вы сейчас сами находите. То есть эта территория, которую многие занимают такие районы Закарехова, Борисова, Шипилова и так далее, то есть название бывших деревьев, которые здесь раньше существовали, и центральным таким географическим пунктом это было всего Царицына в Черной Грязи. Я, например, хорошо очень помню Царицына еще в свои юношеские, даже детские годы, когда мы здесь с друзьями лазили по этим развалинам, по курганам, по насыпям напротив дворца, который сейчас расчищен, теперь там оказались два фундамента. Затем, значит, уже 30 лет я здесь живу, живу с семьей, дети мои выросли тоже сначала на этих развалитах, потом уже воспитывались на той архитектуре, которая была воссоздана. Слава Богу, что была воссоздана, хотя было много разговоров. Стоит это, не стоит, конечно, стоит. Сейчас Царицына это центр протяжения целого юга Москвы, регулярно проходят всевозможные мероприятия. Вчера-вчера последнее закончилось по поводу всего этого представления. Так вот, что хотел бы сказать, что, наверное, у всех у нас сложилось впечатление, определяя литературу определенную, особенно в 90-е годы, начало 2000-х, о, так сказать, о коренных жителях Москвы, когда привелись рассказы о импрессированных, о 30-х годах нашей советской власти, и там часто фигурировало такое историческое место, как Арбат. И у нас у всех невольно возникло впечатление, что самые коренные жители Москвы – это жители Арбатов. Хотя речь, на самом деле, шла о людях, недавно поселившихся. Это все была в основном партнературой, которая в 30-х годах там поселилась, и которая там же опять-таки была депрессирована. Но такое впечатление создалось. Хотя, на самом деле, коренных жителей, конечно, в тот момент уже на Арбате оставалось очень много. И, наверное, никогда мы не думали, что коренные жители – это не обязательно жители из центра Москвы, а жители, в том числе, и окраины Москвы, и той территории, которая вошла к границе Москвы, в данном случае, в 1960 году. Это как раз вот те самые деревни, которые я сейчас назвал, и деревни, которые лежали вокруг Москвы. Это тоже Чертаново и так далее, и так далее, и так далее. Текстильщики. Так вот, как оказалось, на территории нынешнего района до сих пор живут жители коренной Москвы, жители этих населенных пунктов, которых уже остались только названиями улиц. Я с этим сам столкнулся, когда мой сын пошел учиться в школу здесь местной, и за учим в школу был Вик Козлов. Как потом выяснилось, это одна из местных фамилий. Я потом к Ольге Матрушиной обращался за помощью, помочь ему, и оказалось, что Козлова были соседями ее предков. Та же фамилия Февейский, который священник был последним в церкви царицем, это тоже оказался его родственником. Здесь до сих пор живут люди, предки которых живут на этой земле уже 400 лет практически. И сейчас нам более подробно о том, что это за территория, как она складывалась, какое население, откуда здесь принялось, нам расскажут два человека. Один из их Павла Александровичных слов, витарь исторических наук, автор, один из авторов книги «Мциклопедия Царицына», писал ее вместе со своим отцом, который два года назад ушел в ее жизни, к сожалению. Ольга Матрушина тоже очень плотно занималась материалами в архивах по населенной местности. Ну и сами, они родом отсюда, то есть это потомки коренных жителей Москвы, которые живут здесь не в семьдесят и даже не сто лет потом. Их предки жили здесь четыреста лет. Ну сейчас они сами об этом рассказали. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я в конце 2017 года знаменовался в жизни, в моей жизни и в жизни города Москвы, в истории вот выходом двух томов такой книги. Там называется «Царицына. Об истории Москвы. Энциклопедия». Это без привлечения. Видите, два таких массивных тома. Я думаю, что их было бы гораздо больше, эта книга получилась бы гораздо объемней, если бы не умер ее основной автор Александр Григорьевич Смыслов «Мой отец». Это все, что мне удалось, скажем так, спасти после его смерти, потому что он много лет, последний год своей жизни работал над материалами. Он все писал, 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 писал. И когда он умер, у меня в наследство достались несистематизированные материалы по истории этого края. И, собственно говоря, все, что удалось скомпоновать и придать этому энциклопедический книжный вид, мы выпустим в таком, собственно, виде. Видите, эта книга, первый том, как раз посвящен историю этих мест, о которых я вам сейчас расскажу. История царицинской земли юга Москвы. Это такой, скажем так, геограммический экскурс в историю. Второй том посвящен жителям юга Москвы. Видите, огромный том. Если бы не Ольга Маклушна, этот второй том был бы раза, наверное, в четыре меньше. И, может быть, его и не было бы. Все поместилось бы, наверное, в первый. Потому что здесь, в этом втором томе, мы опубликовали родословные жители, коренных жителей юга Москвы. Собственно говоря, действительно история этих мест, она очень древняя и старинная. И люди, которые здесь появились много лет назад, они до сих пор действительно живут среди нас и, может быть, являются вашими соседями. И вот сегодня уже точно два человека есть среди вас. Это Ольга Маклушна и я, это вот потомки, жители Москвы. Примерно где-то в середине XVII века, как вы знаете, в середине XVII века была Русско-Литовская война. Во время этой Русско-Литовской войны Россия одержала ряд ошеломительных побед и боевые действия происходили на территории современной Белоруссии. И в качестве военных трофеев на московскую землю были переселены некоторые семьи. Семьи подданных Великого княжества Литовского, поляки, они были со своими семьями, без женщин, только мужского пола, перевезены сюда. Поскольку в то время юг Москвы был такой достаточно не очень, скажем так, обжитой, это были всевозможные пустоши, всевозможные леса. Говорит, государству стояла задача делать что-то вроде как оборонному кругу Москвы в то время, чтобы земли заселялись. Потому что недело было, когда водя на Москва, прямо, ну что здесь отсюда, до центра Москвы, как раз в площади, ну я думаю, километров в пятнадцать, а то может быть даже и меньше. Вот стояла задача, как эти земли заселить. И очень удачно подвернулся, собственно говоря, вот этот литовский полон, который был заселен Стришневым. Да, были заселены его, соответственно, принадлежащие ему населенные пункты, которые он владел здесь определенными землями. Да, и на эти земли привели литовский полон, соответственно, посадили, обратили в крестьянство. И, соответственно, эти крестьяне здесь прижились, дали свое потомство. Это потомство прошло через много-много веков до настоящего времени. Я думаю, что, наверное, вот Ольга лучше расскажет меня, вот именно, как это потомство здесь развивалось, собственно говоря, как эти русины и связи. Образовательная задача – рассказать вам немножко о этой земле и предысторию. Дело все в том, что в этом году я совершил путешествие по следам пленных поляков. Поскольку благодаря архивным источникам, архивов, которые до сих пор сохранились и хранятся в Минске, в республике Беларусь, нам стало известно, откуда вообще взяли людей из Польши, которых привезли сюда. Мы знали, да, населенные пункты, где они раньше жили, да, и, соответственно, где они несли службу, и в этом году я съездил в эти места, и практически все написанные, оставшиеся в архивных документах упоминания о корнях вот этих коренных жителей Москвы я посетил, да. Мне удалось посмотреть, побывать. Я думаю, наверное, вполне возможно, что на протяжении там четырехста лет, которых они там не были, моя нога упала на ту землю, откуда их забрали. Потому что в саму глушь Беларуси мне приходилось заезжать, где не было ни дорог, ничего. Прям вот как на танке приходилось приезжать. Я видел эти населенные пункты, которые до сих пор есть, и там живут люди. Конечно же, не те потомки, которые привезли сюда, но, тем не менее, жизнь там до сих пор осталась. Есть те же самые населенные пункты, которые упоминают древних архивных источников, они до сих пор располагаются в тех местах. Реки, которые упоминаются, откуда вели этих пленных поляков сюда, которые они переходили, соответственно, когда шли. Они до сих пор текут, эти реки, и можно посмотреть. Собственно говоря, приятную московскую землю, у них начался новый этап в их жизни, их задача была развить этот край. Здесь достаточно много появилось деревень, Орехово, Шайдрово, Хохловка, Село, первоначально Черная Грязь, потом Царицыно, Соборова. Находясь в прямом кровном городстве, эти люди занимались развитием этого края и оставили огромный отпечаток в истории этой местности. Особенно этот отпечаток ощущался в начале XX века, в годы революции. Поскольку вот эти крестьяне, которые веками никуда не переходили, они жили на одной и той же территории, были приписаны к тому же храму. Их советская власть наделила определенными полномочиями, они активно стали выдвигаться в местное самоуправление, становились местными депутатами. И приходилось решать вопросы, вот нашим предкам приходилось решать вопросы, направленные на развитие этого края. Многие считают, что Царицыно – это история дворцово-паркового ансамбля, или это история знаменитостей, которые там жили в конце XIX – начале XX века. Я вот, знаете, тоже, наверное, такого мнения придерживался еще лет десять назад, может даже пять-семь лет назад, но сейчас я понимаю, что это не так. История Царицыно – это не история дворцово-паркового ансамбля. Это дворцово-парковый ансамбль, что это? Это история, место, с которой горошься с забором Царицынского парка. На самом деле, здесь историю Царицыно невозможно представить без тех небольших населенных пунктов, окружающих ее, тех деревень, в которых жили наши предки, и которые, соответственно, участвовали в постройках этого дворца, который вы сейчас видите у местных крестьян, нанимали для строительства этого комплекса. История Царицыно – это неразрывно связано с историей более древних населенных пунктов, таких как Коломенска и Дьяковска, поскольку вообще предопределило местонахождение села Царицыно, тяготение к югу Москвы, поскольку и Коломенска, и Дьяковска – это были царские отчины, и, соответственно, цари наведывались в эти края, и они им нравились. Поэтому я, честно, не знаю, как можно об истории всего этого края рассказать кратко. Я предлагаю, если кто-то хочет, может почитать эту книгу, узнать немного что-то интересного про то, как, соответственно, эти земли разрастались, как они входили в состав города. Я думаю, что будет очень интересно вам почитать о таких неосвященных, скажем так, страницах истории края, которые, соответственно, впервые нашли свое отражение на страницах этой книги, такие как начало становления советского периода, либо древняя история царицевских земель. Я, наверное, уступлю Ольге. Нет, Владимир Владимирович, у вас же есть очень интересный материал. Рассказать, откуда пошла фамилия, откуда прибыли предки, хотя бы в красы, что показал анализ ДНК. Это как раз очень интересно. Не надо сейчас эту историю царицевать, это действительно можно прочитать. А вот из-за своих исследований поделитесь опытом. Собственно говоря, опыт был не очень, на самом деле, сложный. Я знал фамилию своего дедушки, я знал, где он родился. Я знал, что он родился в деревне Шайдро, которая была приписана к Царицыно, современного Южного округа Москвы. Я знал, что центром Царицынской области, религиозным центром был храм Иконы Божьей Матери, живоносный источник. В 2005 году я впервые оказался в стенах Центрального исторического архива города Москвы, заказал две метрические книги, пальцем в небо, я думаю, дай возьму начало 19 века метрические книги иконы Божьей Матери села Царицыно, храмы открываю, и буквально на второй или третьей странице я вижу, написана фамилия Смыслов. Представляете, 2005 год и начало 1805 год. На нас разделяют 200 лет. Я вот Смыслов, и вот написано Смыслов. Конечно же, я понял, что это вот Смысловы, которые… Да, это вот мои Смысловы. И моя задача была соединить, собственно говоря, эти два столетия. В целом, 20 век я соединил быстро, а 19 век, ну буквально, заказав несколько метрических книг, тоже уже картина вырисовалась понятна. Центральный исторический архив города Москвы, вы знаете, да, его возможности ограничены с начала 18 века, да, и больше там уже ничего не найдешь, да, там, по этим ревизским сказкам, по исповедальному ведрости. Удалось найти, что все эти годы Смысловы, начиная с начала 18 века, ходили в один и тот же храм и жили в одной и той же деревне. И, собственно говоря, даже я родился в том доме, который до сих пор стоит на земле, где, бывает, располагалась деревня. Сейчас это пересечение Кантемировской улицы, Кавказского бульвара. Собственно говоря, это было интересно, что, по сути дела, несколько веков мои предки сидели на одной и той же земле и никуда не уходили. Поскольку мы в то время с отцом понимали очень хорошо, что царица нам уже была не вечная, да, но эти земли были заселены только в начале 17 века, а в середине 17 века, в 1650-х годах нам оставалось всего-то добить 50 лет генеалогических исследований. Я пошел... 150. А? 150. Нет. 800-150. А, ну я имею в виду, нет, мы установили в Центральном историческом до 1720-го примерно года, а вот с 1717-го вот где-то надо было взять там, где это можно, конечно, в архиве Древних актов. Паша, я пошел туда, и, соответственно, эти, как они называются-то, эти, переписанные книги? Песовые книги. Песовые книги, да. Позволили найти, соответственно, все, вы знаете, все родословно. Вы знаете, огромным, очень интересным источником для генеалогических исследований послужил фонд, который обычно генеологи не часто жалуют. Именно фонд, скажем, который освещает, по которому можно написать историю села Царицыно, строительства дворцов, передачу зимой мель от одного помещика к другому, точнее, от одного собственника к другому. Я воспользовался этим фондом, этот фонд дворцовый фонд, да, может быть. И в котором я нашел тоже описи крестьян, да, всякие первые переписные листы. Каково же было удивление мое, когда крестьяне, которых я только что видел с фамилией Смыслов, вдруг стали упоминать с какими-то странными фамилиями. Например, одна из таких фамилий была Вардомский. То Смыслов, а то Вардомский. Как такое могло быть, да? Собственно говоря, несложно было, в принципе, догадаться, поскольку в то время, когда упоминались крестьяне еще с фамилией такими странами, вот как в Вардомске, мы знали, что этими землями владел Старешнев, который активно участвовал в русско-польской войне, да, и, соответственно, был владельцем этих семей. Естественно, нам закралась мысль о том, что наверняка, соответственно, Старешнев взял, соответственно, и в качестве военных трофеев населил свои земли поляк. Но это была такая догадка, которая, ну, была просто догадка. Мы решили произвести исследования в, соответственно, архивах, белорусских архивах, а, и в том числе использовали вот еще возможности российского архива древних актов, поскольку были переписи войска литовского. Мы брали переписи войск литовского и встречались, значит, с служащих войск, которые упоминались с фамилией Вардомский. Они употреблялись в 16 веке этой фамилией, но все равно между нами был разрыв в сто лет. И мы понимали тоже, что, скорее всего, это наши родственники, но наша задача была связать вот этих служащих Великого войска литовского с теми вардомскими, которые оказались на этой земле. Мы обратились в архивы Белоруссии, и в белорусских архивах наши, благодаря исследованиям белорусских фондов, которые до сих пор хранятся, нашли, наконец-то, недостающие зрения в этой цепи. Мы нашли лиц, которые упоминались еще на литовской земле, и их упоминания еще сохранились в белорусских архивах. И потом уже эти лица упоминались, соответственно, здесь, в качестве жителей нашей территории. То есть вот мы сумели, соответственно, связать между собой эти лица. Таким образом мы совершили прорыв в нашем генеалогическом исследовании, который позволил вести нашу родословную аж начиная с 1450 года. Поскольку вот эти вардомские, они были приближенные к польскому королю лица, это были знатные достаточно люди, слуги, их не слуги, а слуги обладали определенными привилегиями. И, соответственно, мы нашли их, мы узнали, что у них были поместья, и я эти поместья своими глазами в этом году видел. И, кстати, вы знаете, как историк, изучая, значит, ход войны, русско-литовской войны, значит, я знал то, что в Беларуси до сих пор есть, недалеко от Минска, такое место называется Плещеница. Достаточно большой район и центр. Так вот, Плещеница упоминается во многих исторических документах как центр, через который русские войска, значит, двигались вглубь Великого княжества Литовского, и там происходили достаточно большие сражения, и, соответственно, где литовские войска терпели существенное поражение. Так вот, всего в семи километрах от этого центра сражения русско-литовской войны, который остался во всех исторических документах, находится поместье вот этих вардомских, которые, соответственно, были перевезены сюда. Таким образом, даже стало в принципе в целом понятно, когда их установили даже точный год, когда их с той земли в качестве военных трофеев перевели сюда, на службу к Стришну. А, собственно говоря, история наших предков на литовской, на польской земле, все время на Беларуси же, в то время это территория Великого княжа Литовского, она не менее интересна. Нам не менее интересна, чем и вот этот царицинский период, поскольку те сохранившиеся документы, которые мы смогли найти, позволили установить точные границы имений, точные даже судебные споры, в которых в Ордомске участвовали со своими соседями, помещиками, и вплоть даже находили документы, как выглядели они, отправляясь на войну, было точное описание, например, как один из вардомских, он был на коне, щит у него был, и копье у него было, и лук со стрелами. До таких подробностей, соответственно, эти документы сохранить. Помимо генеалогического исследования, в то время мы еще параллельно проводили исследование генетического характера. Ну, Family 3, многие из вас, я думаю, знают, и мой отец тогда сдал свой материал, соответственно, в эту лабораторию, которая позволила также установить его, наши корни вот именно с поиска земли, да, поскольку достаточно большое количество совпадающих, соответственно, лиц, да, вот оказался именно там, и по всем вот этим вот значениям, которые, соответственно, результатам, которые дала эта лаборатория, мы смогли установить и вот это поиск происхождения. Более того, значит, исследуя, более, заказывая все более глубокие генетические исследования, вот эти вот, мы даже установили то, что потомки вот этих вардомских, предками вардомских, предками людей, которые потом заселили Южный округ Москвы, являются варяги. То есть они являются потомками варягов, да, которые, соответственно, вот можно смело, с уверенностью сказать, что коренные жители города Москвы, это потомки варягов, которые постепенно, постепенно вот так вот с одного места, с другого добрались до города и которые здесь оставили свои ходы. Знаете, коллеги, я хотел, значит, ну, когда вот я вот это все, ну, вот это все узнал, да, вот даже в этом году я приехал в Белоруссию, я там рассказывал это людям, которые, ну, занимаются историей, которые это, они не проявили почему-то к этому никакого интереса. Да, говорят, ой, ну, вы книжку написали, ну, подарите нам книжку, и все. Вот, вы знаете, было очень как-то больно обидно, что мы же все настолько близки друг к другу, мы настолько, у нас общая история, те люди остались там, мы здесь. И очень обидно, что нет ощущения, что вот причастие к этой всей великой истории, которая, соответственно, это, собственно говоря, ну, что ходить далеко там в Белоруссии. У нас-то в Москве, да, не каждый интересуется генеалогией или там эти вопросы неинтересны. Но я думаю, что наша задача стоит в том, чтобы популяризировать такие вот вещи, да, и рассказывать, что мы действительно близки друг к другу, и что все объединены всеобщей историей, всеобщими бедами. Вот, я вот еще тоже хотел отметить то, что, конечно, огромный урон вообще по жителям, коренным жителям Москвы, да, это сыграли годы репрессий в 30-х и 40-х, 30-х годов 20-го века и годы Великой Отечественной войны. Вот, я могу сказать, к сожалению, констатировать факт, что тут это огромное генеалогическое древо потомков вот этих вардомских, потомков варягов постепенно-постепенно начинает засыхать. Потому что, по мужской линии, да, почему? Потому что, ну, например, из продолжателей мужского рода, вот по моей ветви, да, остался только я, и вот у меня есть сын, да, вот, слава Богу, у меня есть сын, да, его задача продолжить это все. А вот, например, там, да, у других смысловых, да, которые, там, в каком-то, там, троюродными, там, и так далее, приходится мне, у них, к сожалению, нету уже мужского потомства, оно постепенно начинает засыхать. Поэтому очень тоже жалко, что вот эта вот и демографическая яма 90-х годов, да, сделала свое дело, и я, конечно, очень переживаю, что когда-то это все может, ну, завязать. Ну, даст Бог, это не произойдет. Конечно, у вас вопросы. Да, есть вопросы. Вот, по поводу ДЛК, вы тестируете только себя, или же тестируете кого-то из ближайших, вот, жителей, которые, ну, потомков те, кто пришли вместе с вашими? Нет, мы потомков, кто пришли, нет, то к себе, да, но благодаря тесту мы нашли, связались с близкими, вот, как раз, которые живут. Живут даже в других государствах, да, собственно говоря, и которые, да, рассказывают, что они проводили свои генеалогические исследования, и их генеалогические исследования также приводили все в Великое Княжество Литовское. То есть, это вот наши установлены нами родственники, да, генетические установленники, да, и, соответственно, все идут от одного того же предка, да, который проживал вот. Ну, это проживал, там, пару тысяч лет назад, скажем так. Нет, это не пару тысяч лет назад, это вот у нас общее было 650 лет назад. Прекрасно. Вот, я почему, как раз, и спросил, вот, если бы было проведено исследование, ну, из коренных жителей, вот, там, Орехова, Борисова и так далее, которые показали, может быть, сходные капотики, там, можно было бы говорить, что они, скажем, с одной местности пришли. Тогда ваша теория, что это пленный, который привез вас в Срешнёк, разве, так сказать, более подтверждал? А, так это же не то, что теория, а даже по документам видно. Нет, по документам понятно, мы же говорим, конкретные случаи. Да, вот конкретные случаи, да. И еще, вот по поводу Вардонских. Сейчас представители Вардонских есть живые? Есть живые, представители Вардонских. Они проживают тоже в Белоруссии, да, как бы, достаточно распространенная там фамилия, да, но особого интереса такая, они к этой всей истории не проявляют, тем более, когда говорят, что вот хорошо бы сдать анализ, а он платный, там, ну, а люди... Ой, в Америку, нет, в Америку мы ничего не будем отправлять, вот, они собирают эти, наши там, эти, всякие, вот. А деньги, кстати, тоже такая интересная. А вот эти Вардонские, они все-таки из шляхты или из крестьян? Нет, они были именно шляхты. Нет, они не те глубокие Вардонские, нынешние потомки. А, вот эти, нет, это крестьянство такое. Вот, вот, то есть, скажем, есть часть шляхта, вот, с ними нам не удавалось связаться. Есть обычные крестьянства, которые, собственно говоря, даже если поехать по Беларуси, почитать эти, ну, братские могилы, там, вот это, все, вот, там, жителей, там, сожженных. В Вардонских, ну, можно, именно вот, в той местности, скажем так, плюс-минус, там, скажем, 30 километров от одного центра, в Минской области, простыми словами, в Вардонских очень много, да, там, уже в Брестской области уже нет. Вот там, или там еще какие-то, да, вот в Минской области, вот, они именно, сосредоточение их именно там. То есть какие-то, да, безусловно, Вардонские остались, вот, а часть их, конечно, вот, перешла сюда. Вот, дело все в том, что, смотрите, почему в Вардонске вообще стали смысловыми, да, и взяли другие какие-то фамилии, потому что после любой войны когда-то настает мир, да, и, соответственно, точно так же произошло в отношениях России и Польши, да, Польша, просто вначале, Польша при Тихотерине II, да, соответственно, предложила вообще вернуть обратно, людей и вернуть обратно все, что произошло там, до их, соответственно, ну, там, предыдущими правителями. Екатерина II сказала, окей, хорошо, сейчас она все сделает, ну, как и любой политик, что надо сделать, проще взять и заставить, переписать фамилии, сказать, какие-то Вардонские. Это Тимусловы, вот, а это там Козловы, а это там еще какие-нибудь. Все, какие Вардонские? Здесь таких нету Вардонских, вот, соответственно, то есть, задача, ну, правительство тоже стояла в том, чтобы оставить этих людей судей, а я судяюсь, раб сила хороших. Кто же тут землю-то будет возделаться, если бы это, вот, поэтому, так вот. Ну, вы как раз отчасти сказали то, что я хотел сказать, но дело в том, что у меня ситуация с Кветкой очень похожая, да, и поэтому я очень тоже много занимался и Белоруссией, и переходом белорусского населения из УКЛ в Россию, поэтому я тоже достаточно хорошо в теме. Так вот, я встречался с такими случаями, что носители здесь в России фамилии Носки, все-таки не все являются представителями шляхты. То есть, я буквально сам по документу увидел такие вещи, которые люди тоже пришли сюда и носили фамилию Сватковский, например. Это не единичный случай, а просто конкретный. При этом, я прекрасно знал, что по другую сторону границы, буквально там, в 65-м границе, были помения Сватковских, и поменчик был Сватковский. Так вот, действительно, они бежали еще туда, до раздела Польши, к нам, в России, в смысле. Вот, и носили фамилию Сватковский, или они не носили, они были так записаны, в такой фамилии, как бежавшие от Сватковского крестьяна, поэтому их переначали фиксировать как Сватковский. Чуть позже они, естественно, перестали их так фиксировать, и стали фиксировать по фамилии Ивана Петровсида, условно говоря. И в тот момент, когда был раздел Речи Посполитой, Польша присоединился к нам, этот Сватков оказался русским подданным, и, естественно, стал рассказать своих бежавых крестьян. И он их нашел, хотя они уже не носили фамилию Сватковский, и пытался так сказать, чтобы расставить их себе. Я к чему это веду? Вот, жаль, что не было тестировано в Ордомских и представителей шляхты, и представителей христианствующих фамилий. Это дало более ценный результат в сравнении с вашим. То есть, потому что здесь, может быть, все-таки, на мой взгляд, две теории. И вот, знаешь, что не покрепили, как они за сайтом, взять их дырка. Это был, конечно, очень хороший, именно научный такой вот довод. Скажем так, почему мы считали это не необходимым, поскольку все было подтверждено документально. А документ в этом деле надежнее любого теста. Поэтому, собственно говоря, свои документы мы подтвердили, доказали, соответственно, что те вордомские, которые были тогда там, это эти вордомские. Это все документально подтверждено. Ну, а генетически, соответственно, это просто, ну как... Ну, не то, что усиливает, оно не усиливает даже. Ну, просто-то как, ну... Мне даже сложно сказать, что подтверждает документы. Это просто одно из свидетельств того, что... А тогда, конечно, если бы еще говорить о том, что, скажем... Там остались какие-то... Было бы, конечно, интересно найти людей, которые там действительно остались родственниками. Я хочу сказать, ты мой родственник. Но, честно вам хочу сказать, вот, пообщавшись там с людьми воодушевленными, вроде как, они не особо сильно захотели, наверное, иметь таких родственников из России или все же. Одно дело, если бы там родственник итальянец какой-нибудь оказался, допустим, в Италию, давай, приезжай, наверное, им было бы это дело. А, в России! А-а-а! Да еще. Из Москвы? Понятно. Ну, давайте. Вам нравится-то у нас, да? У нас-то получше, чем у вас. Вот вам родственники, как говорится. Поэтому энтузиазма там, к сожалению, нет. Вот. Спасибо большое, Игорь. Да. Типа поздороваться. Ну что, там Ольга теперь-то, да? Да, сейчас, сейчас, Ольга. Она расскажет. Если я работаю на вопросе, то Ольга сейчас там все будет поиментировать. Нет, я, наверное, по именам-то не буду. У меня, как бы, немножко другая тема. То, что, как из особенностей исследований на старообрядческих родосов, но могу сказать, что из-за того, что люди все эти жили в одной местности, их генеалогические древа как бы состоят из представителей совершенно разных родов. Это как и господствующая церковь, так и старообрядцы. Они совершенно мирно уживались и в одной деревне, и в одной семье. И каких-то вот таких серьезных разногласий, наверное, и не было. То есть если вот даже именно на религиозной почве. То есть были какие-то бытовые, житейские, чисто человеческие взаимоотношения. Но именно вот гонений и притеснений именно из-за того, что ты другой веры. То есть вот мне ни разу в документах такого не встретилось. Иной раз даже присутствовали в одном вот делах тридцатых годов, ну, репрессии и то не выдавали друг друга, хотя именно фигурировали как в разделе Малерных. Ну, как бы в этот том вошли не все родословные, не все крестьян, которые жили, а только 45 родоначальников, которые соединили между собой и дали продолжение гусам 50 фамилий, и объединили 12 где-то тысяч персон между собой, связанных кровными узами. Ну, конечно, складывалось население, можно сказать, что во времена царствования Алексея Михайловича, потому что более ранних документов о жителях этих мест не сохранилось. Поэтому мы можем отталкиваться исключительно от этого периода, от первых пессовых книг из 646 года, когда мы могли соединить поколения. Конечно, как вот Павел сказал, что да, были и в Коломенском представители польского полона, которые принимались в дома, как правило, зитья. Ну, было еще много жителей, которые жили до этого времени. Я просто остановлюсь именно на старобрядцах, потому что исследовать их родословные достаточно затруднительно по той причине, что метрические книги, которые легко выстраиваются, даже крестьянские родословные, они просто отсутствуют. И упоминания косвенные очень тоже проблематичны, потому что во многих документах просто писались имена и ончества крестьян, опускались их фамилии, и поэтому откуда накопился, собственно говоря, такой большой материал, что, чтобы никого не укусить, никого не потерять, писалось все селение целиком, и дальше уже как бы определялась точная семья, что да, это вот эта семья. По родственникам, по соседям, по разным признакам. Ну, в Коломенскую дворцовую область, в общем-то, входило, кроме самого Коломенского, еще 14 селей. Вот, кстати, очень любопытная гравюру, я тут не так давно приобрела. Гравюру сделан в 1925 году, и на фоне церкви Вознесения мы видим коренное старообрядческое население, то есть господствующая церковь Вознесенская. Но, крестьян, почему-то все одеты исключительно в старообрядческие, то есть женщины платок на булавке, ну, то есть явные признаки. И можно посмотреть, что именно юг, ну, то, что сейчас уже юг Москвы, а тогда ближайшие места московской уезда, он густо населен, именно это карта старообрядческих селений, старообрядцев. Причем были, как, вот, например, Коломенское, Вяковское, Нагатина, это Борисово, половина населения. А были селения, где оно преобладало, то есть в Новинках, например, старообрядческое население преобладало, а мы представляем, как это расшило. Ну, то есть это, по сути, одно большое селение Коломенское перетекало в Новинке, оно перетекало в Нагатина, то есть все очень компактно и густо. В Батюнино так вообще, я могу сказать, что иногда доходило до 90% старообрядцев. В разные годы проживали, так что, ну, почему так много старообрядцев здесь? То есть в документах, которые вот публикуются по истории Коломенского, выставка, которую проводит музей Коломенского, посвященная старообрядчеству, почему-то тут говорится о каком-то притоке населения во времена царствования Екатерина II, тогда определенные посвященные получили старообрядцы на территорию России, в частности, от Коломенска. Никакого притока не было, это, в общем-то, потомки всех коренных жителей, которые здесь жили еще во времена Алексея Духаровича, то есть до Раскольного перерыва. Там же еще ниже достаточно, конечно, там в Молокове, в Покрытии. Нет, в Молокове, ну, это весь как бы юг, юго-восток, под Москвой, тут видно, что на севере, почему я здесь расположу, что тут единичные, а все, в общем-то, здесь. Ну, то есть, по сути, вот, по статистическим данным 80%, то есть я склоняюсь даже в цифре именно не 60 баллов, потому что данные всегда статистически занижались, не показывались, не показывались в жилах, вот, московская Молденка проживала в этих землях старообрядцы. Ну, можно дальше показать, что на самом деле старообрядцы, ну, они стали называться старообрядцами, утвердились именно в этом названии, как старообрядцы, а не староверы, после принятия, вот, подписания Николая Второго унифеста озорования свободы. То есть, вот, именно за поповцами, как бы, и закрепилось вот это. Потому что различия были именно в обрядах, а не в самой деле. То есть, люди придерживались старых обрядов, проводили благослужения по старым книгам, по старым, в общем-то, текстам. Небольшой группой, небольшой, были беспоповцы. То есть, ну, тут вот, как бы, плохо видно, да? Да, это по документам, концам, начало даже 20 века, вот, считали, то вот, по-моему, такие беспоповцы, они были 143 человека. А основные мосты – это поповцы, которые в свое время, в разное время, в общем-то, тоже разделились по известным причинам. Старообрядчество тоже развивалось на еглопоповцев, единоверцев, и, в общем-то, основной костяк, в общем-то, это, вот, вининское согласие, которое тоже разделилось на отружников и неотружников. То есть, здесь, на самом деле, очень замешанные данные. Даже сами, кто их составлял, это отмечают. Потому что, вот, предыдущие данные, то есть, мы не видим такого перехода ни в единоверие, ни в массового. То есть, единичные случаи, и дальше расскажу, по каким причинам эти случаи, в общем-то, были. Но я не буду останавливаться, кто такие, что, это, наверное, можно прочитать. Вот, и где искать, собственно говоря, информацию? Ну, конечно же, не надо забывать, что основная информация генеалогического характера – это приходские и битрические книги. Даже если мы по фотографиям видим, что бабушка была старообрядкой, это ничего не значит, потому что мы не знаем, когда перешли они в старообрядчество, и были ли они на протяжении всего времени старообрядцами. То есть, информацию в обычных приходских метрических книг тоже найти можно в определенном семье, в определенное время. То есть, это фиксировались, например, рождение детей, когда только один из родителей, старообрядец, ребенка могли окрестить в обычной церкви. Чаще всего происходило присоединение с последующим венчанием. Ну, то есть, для того, чтобы венчаться, надо было присоединить, перейти. Ну, и особо, например, самые интересные документы – это, конечно, исповедные росписи. То есть, проследить, когда и где искать. То есть, стоит искать битрические книги, не стоит этого исповедить. Хотя там тоже данные весьма условный характер, то есть, и возраст условный, и состав семьи условный. Да и, в общем-то, не всегда показывалось, старообрядцы или нет. То есть, священник мог на протяжении нескольких лет писать, что не ходит он, охладел или еще что-нибудь. А на самом деле, семья уже была старообрядческая. Ну, потом как бы вынуждается писать. Когда сохранились метрические книги Робожского кладбища, я на них остановлюсь чуть попозже. Большие интересные документы, конечно же, это Московское уездное полицейское управление. Как бы, после 1874 года, старообрядцы должны были фиксироваться в этих книгах. Книг таких единицы я видела, я потом о них тоже расскажу. Просто игнорировались такие вещи. То же самое, то есть, согласное управление должно было вести эти книги, отсылать их туда. Это посвенные источники, как и, например, приговоры сельских сходов, когда возраст ратника просто подтверждали односеленные крестьяне. Ну, никто не знал, сколько лет. Вот, чтобы убедиться, что он достиг этого возраста, подтверждали, в общем-то, соседни. Поселенные списки, вот они сохранились, тоже их ввели после 10-й переписи. Но по старообрядцам они, как правило, очень своеобразны. То есть, если состав семьи обычно... Ну, то есть, преподской священник, судя по всему, эти книги как-то корректировал. И там можно и точную дату рождения, ведь по старообрядцам. Ну, отсыл идет к 10-й переписи, и дальше, ну, может быть, жена у кого-то появилась. С детьми вообще тяжело. То есть, ну, хорошо, если записаны живые дети. То есть, про те, кто не дожил так взрослого возраста, вообще никаких сведений нет. У меня, например, по одному из моих родов, там, бабушка, она одна из 18 детей записана в эту книгу карандашом, и то с пометкой «Наверное умерло». Вот, так, берись эти книги. Интересные, конечно, документы посвенного характера – это вот привлечение расходников к ответственности. Это когда из господствующей церкви переходили старообрядчества, и, в общем-то, что за этим следовало. Можно на каких-то документах больше остановиться. Вот, в общем-то, при Екатерине очень, как бы, чаще стали в господетках фиксироваться именно как старообрядцы. В более поздний момент даже толпу показывали. Ну, потому что появилось Рогожское кладбище. Ну, а почему она появилась? Потому что в 1771 году в Москве сырепствовала чума, унесшая очень много жизни, и в окрестных, в общем-то, селения. В Москве кладбища были закрыты, хоронить запрещалось, и, в общем-то, хоронили в ближайших в Москве селениях. Возможно, что хоронили именно… И вот эта вот красота, может быть, обрядов, может, еще иное. Ну, в общем-то, именно после этого, можно сказать, что так больше стало переходить. Ну, метрические книги по Рогожскому кладбищу, они, ну, тоже считанные. Единственное, что книги сами большие, потому что за год там могло быть и три тысячи крещений только в одном храме. То есть вычленить там своих очень тоже проблематично, кроме как увидеть знакомые названия деревни и имя и отчества. Все, фамилии там тоже опускались, наверное, тоже по известным причинам. Никто не хотел осветить свое имя, записанное в эти. После опечатывания алтарей, в общем-то, крещения прекратились, и я могу сказать, что именно окрестные старообрядцы уже туда не возвращаются. То есть единичные записи уже с 1883, там, где можно уже кому-то было, это единичные записи. То есть из всего селения, ну, там, может быть, три-четыре семьи можно найти. Ну, также несколько экземпляров книг, вот, уже сохранил официальный. Найти, я говорю, что единичные семьи могут у себя там найти, потому что вот этот раздел на окружников, не окружников, и отсутствие священства рождал, вынуждал, скажем так, искать священников и приглашать их в свои моленные дома. Они были почти в каждом селении. И, в общем-то, я могу сказать, что даже сами крестьяне становились священниками. То есть получали священнический сан и проводили эти службы. Вот, сначала в Садовый Слободер был такой священник у Карана. После его смерти, по его духовному совещанию, им стал именно следиатручникам, то есть вроде как прорушникам, прорушникам тоже, да, стал Басиль Спиридонович Байсов, который, в общем-то, почти до революции проводил и крещение, и венчание. Конечно, это было запрещено, он поощрялся. И, в общем-то, в этих косвенных документах такие дела сохранятся, они весьма любопытные. Ну, вот то, что я говорила, что вот это отсутствие документов, это было обусловлено, в общем-то, российским законодательством. Потому что законных актов по регистрации вообще не существовало до 1874 года. То есть даже если на Роговском кладбище какие-то метрические книги убились, они все равно были незаконны. И не признавались. То есть дети были незаконно рождены. И даже в некоторых документах, вот в подворной переписи, например, села Сабурало, переписчик, этот момент подчеркивает. То есть все старообрядцы там переписаны с такой пометкой, что Иван Иванов и сожительствующие с ним. Также как бы запрещено было старообрядцам занимать выборные серьезные должности, вот на должность властного старшины. Избирался Кормаков, да, и как бы именно что по выбору села Сабурово и по распоряжению начальства не дозволялось. И были перевыборы, и избрали уже неприверженца Сабурячества, человек Сергеевича Клопова из Шипилова, которого, в общем-то, был и неграмотный, в отличие от Кормакова, которого назначили его помощник. Ну, чтобы было, наверное, там написать. Или вообще хоть немножко, кроме печати, что-то иметь. Вот я просто подтверждение своих слов просто приведу, как вот книги, которые сохранились, ну, циркуляры, да, которые поступили в полицейское управление от волосных старшинок, которые вовремя. То есть книг таких было всего несколько. Ну, вот пальцев руки хватит. Половина из них, которые я видела, они имели только заговор. Все листы пронумерованы и ни одной записи. Это если учесть, что я говорила, что половина населения, много населений просто справляется. Записи нет. И вот как они отчитываются на счастье. Вот в этой книге в 1899 году в браках было 12, рождений и смертей нет. В 1900 году никто не женился, не умирал. И в ответ, а сколько же в реальности могло быть таких записей, которых нет? Вот приводится, что в год браков 30, рождений 40. Это тоже занижено очень давно. Но даже те, кто приходил как-то фиксировать рождение своих детей, они, во-первых, должны были сначала подать объявление, которое вывешивалось на дверях полосного управления или полицейского управления о своих намерениях зарегистрировать или брак свой, или детей. И если там никаких замечаний ни с каких сторон не поступало, то есть вносили записи в книгу. Вот, например, такая запись, запись 1881 года. Андрей Герасимов Федотов, он принес сначала удостоверение о записи в полицейское управление о своем браке в 80-м году. Мы просто видим, дети какого года рождения. И дальше вот записывает детей. То есть записала 65-го Петра, 73-го Марфа, 87-75-го Анна. А потом вспомнила, у меня еще и надежда была. 61-го. Ну какого числа, я уже не помню. Вот эта вот путаница вообще с датой рождения, она и даже в советский период в общем-то осталась. Так же точно мы сейчас увидим, что и после революции они подавали сведения о своем дите. Ну вот то, что я говорила, что можно найти в обычных метрических книгах, это вот о присоединении. То есть перед вступлением в брак крестьянская девица села Борисова, Татьяна Григорьевна Садова из-за раскола секты неокруженных, мы видим, что уже подчеркивается это, переведена через таинственные рапомазы и упомаяние в православие. На следующий день эта же девица вступает в брак с крестьянином деревни Шипилов Сергеем Никитовичем Ковным. Я могу сказать, что только своего первенца они записали все остальные дети. И если Хлопову, Шипилову, это единственная, наверное, семья, которая была старобрядцами в Шипилову, Шипилову не было старобрядческим, становится старобрядческим. То есть женщины, они носители в общем-то веры и чаще всего с ними приходит из старобрядческих семей. Очень красиво. Следующий кадр. Ну вот еще один показательный пример. когда канонизирован православную церковь, все все на мужчине, исповедник российский Сергей Алексеевич, Зверев Алексей Данилович, он тоже перед вступлением в брак переходит в православие и потом уже становится ярым защитником. Да, и в общем-то пропагандирует. и через некоторое время уже его родители переходят в православие, и брат. и в общем-то расстреляют. А они как таскали за волосы документы? Это его собственноручно, как он писал, сохранил. он у соседей какое-то время побыл, а потом смирились родители. вот такого тоже а за обратный переход были очень серьезные вещи. То есть родители, которые осмелились окрестить своего ребенка по старообрядческому пряту, они подвергались очень серьезным наказаниям. То есть сначала следовало внушение от священника в монастырь отправляли их для опять-таки. Если они упорствовали в этом, то наказание было до года в тюрьму. При этом ребенка отправляли на попечение православным родственникам. Ну от тюрьмы можно было всячески ну я бы не сказала откупиться, а изменить наказание и сято это туда опрос. Это просто. И вот таких переходов даже из господствующей церкви старообрячества было немало. То есть они сопоставимы с такими переходами. Ну вот где еще стоит эскадер. То есть вот советский период. То есть в центральном районном архиве Горова-Винта сохранились записи метрические. Ну просто они тоже очень показательны когда говорим о старообрядцах. Когда например в 1921 году Кондратис Тимофеев родина с Садовой Слободы он записывает сразу своих пятерых детей. Вот кто-нибудь родился в 1921 году и кто пойдет искать? Никто. То есть они очень похожи на те книги полицейского управления. То есть не торопились они не облегали всячески эти. И вот эти первые цифры это говорит какой ребенок по счету рождения. То есть значит между Екатериной и Анной было еще тройники. Там я увидела например метрическую книгу Троицкой Староавляческой церкви после дарования Соловоза регистрируются общины дозволяются иметь метрические книги даже рекомендуется иметь но они остаются в общем-то пустыми. Ну они тоже насколько в советский период сургументарный характер носят такие метрики когда родители удовольствуют записаться когда родитель просто опускается отчество это не связано со старообрячеством нет это не связано нет это не связано я вот это связано с старообрячеством это я про это говорила но это я просто что доставлю сургументарный сургументарный и после появления музыческих пунктов там седьмом году толпами записывались были достаточно большое количество семей которые всех детей регистрировали в один день ну просто что вот как сложность искать если давать это когда сами мы ищем да мы просматриваем все документы можем выстраивать эти цепочки а кто посылает запрос ЗАГС на определенный год как правило ничего не получит соответственно никакое свидетельство о рождении не может ну это просто вот где еще много сведений можно именно генеалогического характера вычеркнуть где вся семья это вот состоялся такой спор между разделом Маленной которая была в Яково между окружником и не окружником просто я вот родные братья один лидер окружника другой не окружника вот они представляют списки один 181 человек а другой почти 500 а внешне что-то говорит две фотографии окружки не окружка нет ничего не говорит это не из-за внешнего вида в общем-то про то что в одной семье вполне уживались даже разные то есть долги у Федора Антипович он проходил по одному делу со священником Батюнинской Маленны ну то есть репрессии коснулись там вот книги дела скажем так советского периода репрессии за что привлекали то есть что вставили в вину это что они собрались помолились чтобы пошел то есть было там засух или еще что-то ну то что именно старообрядческое население оно чем еще характеризуется наверное какой-то рачительностью и наиболее богатые сказать потому что если мы видим какие налоги платили именно представители этих семей советские годы когда был введен единовременно чрезвычайный репрессионный долог очень большие в общем то что найти можно это я представила как выглядят родосужные древа старообрядцы говорят что воссоздать можно не отчаивались и стали и стали лучше сами потому что сложно объяснить и сделать иначе спасибо за внимание спасибо есть вопросы какие-то вопросы ну давайте тогда выгодим нашим раскачкам я думаю всем интересно и на самом деле вот если вы можете подойти и посмотреть у нас Ольга демонстрировала такие большие древа еще даже больше на наших выставках одно древо было 5 метров длинуло я могу сказать на том древе было в два раза меньше персон чем здесь но оно было меньше но оно было меньше было древо не только родовое а было еще у нас древо деревень как раз женских фамилий вот этот дворцовый голос куда входило все как раз вот эти близлежащие деревни Собурово Шипилово Орехово и так далее и так далее и так далее Чагино и прочее поэтому на самом деле хочу раз повторить что изучение как раз вот близлежащих сел под Москвой или же тех районов которые сейчас носят название этих бывших сел которые вошли в границу Москвы это как раз те самые коренные москвичи которые здесь живут и именно они вот создавали этот город историю для этой земли поэтому очень хорошо как у среди наших представителей коренных москвичей не только те которые появились в Москве в 30-м в 30-м в 30-м большое спасибо так так в 30-м смещаемся фотографируемся и переходим к неформальной части к чаю так так что не расходу Продолжение следует...